Ну что, когда я, собственно говоря, отправился в Лас-Вегас, Линда мне сказала, ты знаешь, мне не нравится этот город, потому что он какой-то на самом деле, нет, она мне сразу не сказала про это, она сказала, мне не нравится этот город, я могу в нем быть только один день, не больше, и больше туда вообще никогда не тянет, почему я тебе не буду говорить, вот давай ты, говорит, сейчас туда приедешь, и мы потом обменяемся впечатлениями. Я прибыл в Лас-Вегас, там утром рано, и пошел, значит, это, по этой одной центральной улице, вдоль которой настроена куча всяких красивых архитектурных там сооружений гостиницы, казино, казино, гостиницы, гостиницы, казино, казино, гостиницы, ну там кафешки какие-то, вот. Много людей, потом, когда начинает темнеть, много огней, ну вот все знаешь такое, и вдруг я в какой-то момент понял, у меня такое ощущение, что я попал, как, знаешь, волшебник изумрудного города, попал в этот изумрудный город, но он же, вот если помнишь по сказке, он же не настоящий, и волшебник там тоже какой-то не настоящий. Да, прячется там за очки, за маски какие-то. Вот Лас-Вегас произвел на меня впечатление, и я написал, блин, я говорю, ну, я не могу сказать, что он мне, говорю, не понравился, ну так, интересно было посмотреть, но он, говорю, какой-то игрушечный настоящий, она такая пишет, ес! У меня, говорит, тоже такое впечатление от этого города, что он не настоящий. Он по пути к океану, или маршрут так просто выстроил? Нет, так выстроился маршрут, и потом, знаешь, ну, было интересно посмотреть на город, про который много показывают в фильмах, и он тоже является, как бы, ну, каким-то одним из символов, собственно говоря, Америки. И потом билеты за один доллар, чё? Великая мечта, увидеть великую мечту за один доллар. Великая мечта.